Так, выдаю Витя, пожалуйста. Я первый раз, кстати, услышал от Виктора про блокчейн, потом несколько месяцев ломал голову и вот постепенно начал разбираться. Спасибо. Здесь стоять лучше или там? Неудобно. Окей, буду здесь. На дереве вот некоторые умеют. Да, всем привет. Виктор Лысенко. До этого я делал несколько стартапов, в том числе Рокетбанк. Недавно много по этому поводу было шума. С недавнего времени занимаюсь развитием направления блокчейн в компании Акронис. Наверное, про такую компанию тоже слышали. Мой рассказ будет состоять из двух частей. В первом я хочу порассуждать о том, блокчейн это хайп или нет. Во второй хочу показать практические примеры и рассказать, чем же в Акронисе мы занимаемся и как это может быть использовано вами. Когда идет хайп вокруг чего-то, то люди, которые занимаются этой темой, похожи на таких барашков, которые почему-то не ходят по земле, залезли на дерево. Непонятно, что они делают. Выглядит все это очень странно. Можно следующий слайд. Но если отойти подальше, становится понятно, что они туда залезли, потому что это единственное место, где можно есть. В других местах они просто вымрут. И самое большое количество ресурсов на дереве. Именно поэтому с другой точки зрения это кажется не так странно. А кажется, что именно здесь нужно искать решение. Следующий слайд. Есть такая компания, исследовательская компания Гартнер, которая придумала в свое время кривую технологического хайпа, цикл технологического хайпа. Это компания Гартнер занимается тем, что она проводит исследования в IT, публикует разные отчеты, очень глубоко разбирается в технологиях. И каждый год они делают, обновляют свою эту кривую. Если двигаться слева направо, то видно, что сначала разные технологии добираются до верха. Это такой пик вдохновения. После этого внимание начинает пропадать, технологии скатываются вниз. Это такое дно разочарования. И потом некоторые выходят на плато. Если посмотреть, криптовалюты уже немножко перебрались за пик. Несмотря на то, что компания Гартнер много раз ошибалась с этой кривой, помещая на ней разные технологии, но в некоторых случаях ей удается все-таки угадывать. Что мы можем сказать, глядя на эту кривую? Два вывода. Первый – это то, что есть с большой вероятностью, что криптовалюты преодолели пик, и теперь нас ждет спуск в область разочарования, и, возможно, возникнет такой анти-хайп. А с другой стороны, глядя на эту картинку, можно сказать, что теперь все, кто занимается криптовалютами, как в том анекдоте, могут медленно спуститься с горы и, наконец-то, сделать что-то настоящее. Следующий слайд, пожалуйста. Много раз, наверное, почти все из вас слышали о том, что всякие известные люди, такие как Марк Андрисон, Стив Джобс, нет, Стив Джобс про это не говорил, Билл Гейс про это говорил, даже Герман Греф очень много говорит про блокчейн и считает, что они совершают революцию. Но мы, конечно, хорошо доверять авторитетам. Мы знаем, что много денег уже туда вливается. Но мы должны не только верить на авторитет, мы должны думать сами, почему какие технологии преодолевают хайп и становятся реально работающими. Только те, которые решают какие-то фундаментальные проблемы. Любые волны, на которые вы можете посмотреть, будь то автомобили, правые двигатели, социальные сети, интернет, какие угодно, все эти технологии решают какую-то фундаментальную проблему, и только это является движителем того, что они начинают широко использоваться. Что такое, с моей точки зрения, блокчейн? Здесь уже называлась версия, что это база данных. Я придерживаюсь именно этой версии, что это база данных, которую могут записывать разные люди, делать незаписи, которые друг другу не доверяют, но они будут верить записям в этой базе данных, потому что они верят в алгоритмы. До сих пор человечество, когда сталкивалось с такой проблемой, всегда есть очень много кейсов, когда, скажем, компаниям или людям нужно обмениваться информацией между собой, этой информации нужно доверять. Вот до тех пор, пока не был придуман блокчейн, всегда в таких случаях выбирали какого-то доверенного посредника, такого Trust Intermediary, которому верят. Именно этот один человек являлся администратором базы данных. Все ему верят, все отдают ему записи, он записывает, и он своей репутацией отвечает, что эти данные не будут подделаны. Блокчейн создает возможность, когда от такого Trust Intermediary можно избавиться за счет того, что вы просто можете верить в алгоритмы. Поскольку таких случаев очень много, когда нужно обмениваться информацией, нужно верить, именно исходя из этого, я считаю, что блокчейн решает фундаментальную проблему, очень важную, и поэтому я считаю, что это не хайп, а это очень серьезное технологическое новшество. Следующий слайд, пожалуйста. Если так посмотреть на блокчейн как базу данных, всегда возникает вопрос, когда ее нужно использовать, когда ее не нужно использовать. Есть много предпринимателей, стартаперов, которые с большим азартом, глядя на блокчейн и слыша большое количество шума вокруг этого, пытаются решать какие-то задачи. Большие компании, в очень многих крупных компаниях, генеральный директор ставит задачу CTO, пойди и посмотри, что блокчейн может сделать именно для нашего бизнеса. Это происходит в банках, в страховых компаниях, в хелфке. Я сталкиваюсь сейчас с большим количеством больших крупных компаний и государственных служб, которые изучают, а что же они такое могут сделать. Так вот, для того, чтобы не пытаться решить проблему, которую можно решить при помощи обыкновенной базы данных, существует три с половиной пункта, на которые нужно смотреть. Первое, в таком решении нужна база данных для того, чтобы несколько entities в этой базе данных могли между собой обмениваться информацией. Второе, очень важно, что эти лица не доверяют друг другу, потому что когда есть полное доверие, вы можете пользоваться обыкновенной базой данных, вам не нужен блокчейн. И третий важный пункт, что у этих людей или у этих компаний нет Trust Intermediary, нет того, кого можно доверить. Скажем, Visa является таким Trust Intermediary для всех транзакций, которые проходят по карточкам Visa. Центробанк любой страны является Trust Intermediary для всех транзакций, которые связаны с оборотом валюты в этой стране. Существует разное агентство. Когда вы покупаете какой-нибудь авиабилет, это значит, что есть какая-нибудь компания, у которой на сервере хранится информация про билеты, и, в принципе, вы верите. В таких случаях, и когда доверие есть, и когда уже есть такой посредник, и он не очень дорого стоит, и уже люди объединились, наверное, нет смысла городить огород и использовать блокчейн сразу. Нужно искать такие случаи, когда такая потребность есть, и посредник не создан, потому что тяжело его создать, или потому что дорого. И важный еще большой плюс, когда вы думаете, нужно использовать блокчейн или нет. Важное свойство блокчейна заключается в том, что в блокчейне транзакции между собой могут быть связаны. Ну, например, поставка товара в обмен на платеж. То есть смарт-контракт решает эту проблему очень хорошо. То есть у вас транзакции внутри этой базы данных могут зависеть одна от другой и считаться исполнены только в том случае, если произошло несколько событий, зафиксированных транзакциями в этой базе данных. Следующий. Плюсы и минусы. Большой плюс. База данных, такая как блокчейн, она очень надежна. Если взять, например, биткоин-блокчейн, я мне недавно показал, попадался на глаза анализ, который показывает, что для того, чтобы получить 51% в биткоин-блокчейне, нужно совершить инвестиции порядка 2 миллиардов долларов, но кроме этого нужно еще подождать примерно полтора года в очереди на выпуск процессорной мощности. То есть подделать запись в биткоин-блокчейне очень сложно. Понятно, что там несколько миллиардов ценностей, система полностью открыта. Это значит, что было огромное количество атак на эту систему, но мы пока не знаем ни одной удачной атаки. Поэтому до сих пор можно считать, что это очень надежная система. Ну и важно, что эта база данных защищена от искажений. В обычной базе данных системный администратор теоретически может залезть в нее, поменять какую-то запись, и вы можете не верить. Какие есть минусы? Медленная скорость работы. Тот же самый биткоин-блокчейн, мы знаем, что там блок в среднем майнится за 10 минут. Теоретическое количество транзакций – это 7 в секунду, сейчас их порядка 3-4. Понятно, что при такой пропускной способности есть очень небольшое количество случаев, где это можно реально использовать. Ну и еще важно понимать, что такая база данных дорогая. Если посмотреть на биткоин-блокчейн, если вы знаете, в транзакцию биткоин можно поместить 80 байт информации, то есть можно биткоин-блокчейн использовать как базу данных, но если вы перемножите минимальную стоимость транзакции на цену этой транзакции, то вы поймете, что для того, чтобы запихнуть биткоин-блокчейн 1 гигабайт данных, вам нужно будет заплатить примерно 500 тысяч долларов. Поэтому это, пожалуй, одна из самых дорогих баз данных в мире, поэтому использовать ее просто для передачи какой-то информации является безумием. Следующий слайд. Теперь я перехожу к тому, что делает Acronis в этой области. То есть мы сходим из предпосылок, что блокчейн – это база данных, которую можно только дополнять, что в ней сохраняется порядок записи. Это также неизменяемое хранилище для данных, в которой существует таймстемпинг, и такая база данных может быть подвержена публичному аудиту. То есть если это публичная база данных, открытый блокчейн, публичный блокчейн, любой человек без ограничений может зайти и проверить, существовала такая запись или нет. Поскольку Acronis является специалистом в области сохранения данных, резервного копирования, стороджа, мы делаем всякие штуки, которые касаются передачи и верификации блокчейна больших кусков информации. Здесь важное замечание. Очень часто у людей, даже первый оратор, которого я здесь слышал, когда выступал, очень многие люди думают о том, что нужно делать приложения именно банковские. О том, что блокчейн – это такая новая валюта, это новый способ платежей. Я считаю, что нет, и что это будет только очень маленькая часть, для чего будет использоваться блокчейн. Основные, есть большое количество кейсов, когда вам нужно не просто передать какую-то информацию о платеже. Это достаточно просто. Если вы посмотрите на транзакцию в биткоине, она короткая, там есть всего-навсего адрес отправителя, адрес получателя, сумма немного метаинформации. Это обозначает, что вы, в принципе, все эти записи можете хранить на всех нодах. Ноды – это сервера, в которых хранится слепо к этой базе данных. Это, в принципе, не очень дорого. За 6 лет существуем биткоин-блокчейн. Блокчейн всего 50 гигабайт. Для базы данных не очень много. Но представьте, если вы начинаете обмениваться какой-то информацией, например, страховка, которая содержит много пунктов, или это закладная на дом, или это акция, или это медицинская карта. Там возникают большие куски информации, например, план земельного участка, или там томограмма, или очень много примеров, и помещать всю эту информацию в блокчейн безумия. Никто такого делать не будет. И поэтому мы сфокусированы на том, чтобы предложить решение для как раз таких задач. То, что мы делаем, условно, можно сказать, такой data layer for blockchains. Следующий слайд, пожалуйста. Базовое решение состоит из двух модулей. Один, у которого рабочее название X-Ray. Я объясню дальше, что это такое. Это высокопроизводительная штука, которая берет данные и делает с них слепки, такие fingerprints, и засовывает их в блокчейн. И вторым куском, который мы используем, второй частью, это является storage, хранилище для данных, куда, собственно говоря, эти данные помещаются. Это такая штука, называется software-defined storage. То есть это программное обеспечение, которое вы устанавливаете. Вот у вас есть там несколько разных серверов, компьютеров, такое, то, что называется, кому эти hardware. Вы поставили на него наш софт, и у вас это, зоопарк этого железа превращается в хранилище данных. Следующий слайд. Как эта штука работает? Представьте, что у вас есть поток каких-то данных. Это могут быть e-mail, это могут быть документы от партнеров, это могут быть видео с камер наружного наблюдения. Это может быть любая информация, которую вы хотите защитить от того, чтобы ее потом кто-то мог стереть или изменить. Мы берем эти данные, складываем, бэкапим их в storage, и делаем с каждого файла, делаем слепок. берем, я чуть-чуть на следующих слайдах объясню, что это такое. Можно следующий? Да, вот этот. Существует проблема в блокчейне о том, что, как я сказал, о том, что существует... У блокчейна очень высокая производительность, туда можно записать очень небольшое количество транзакций, поэтому, если у нас на входе большой поток объектов данных, то X-Ray позволяет этот мощный поток объектов превратить... Ну, то есть, вы можете взять, например, 10 тысяч файлов и нотаризовать их всего одной транзакции в блокчейне. Следующий слайд. Какие есть базовые сценарии у нашего продукта? Первый, то, что мы предлагаем, это хранилище данных, бэкап, обычно, которое используется для долгосрочного хранения данных. Представьте, что вы большая компания, вам нужно сохранять и документы, рабочую информацию, и, на самом деле, все крупные компании обязаны это делать. Более того, они раз в год проходят аудит, там приходит какой-нибудь Pricewaterhouse, делает аудит публичной компании. Одна из вещей, которую они проверяют, это правильно ли хранятся данные. Что вы можете делать? Вы можете... Все файлы, которые были положены в этот сторож, вы делаете, по сути, внешний журнал, вы журналируете все записи во внешнем блокчейне, и, таким образом, вы гарантируете то, что никогда эти данные не были изменены кем-то. Следующий. Вот этот, да. Сценарий, для которого мы видим тоже много разных возможностей применения. Представьте себе, что А – это госпиталь, Б – это страховая компания, А – это пациент-клиент. Я пришел в госпиталь, мне сделали анализ МРТ, мне нужно этот файл, он большой, мне нужно его куда-то передать, но я хочу, чтобы его передали безопасно, я не хочу, чтобы про мое здоровье кто-то еще знал. Я хочу, и все стороны, которые здесь участвуют, должны быть уверены, что передавался именно этот файл. Он кладется в сторож, клиент подтверждает о том, что он дает разрешение на то, чтобы этот файл передавался в страховую компанию, страховая компания его получает, и что важно, что все транзакции, которые происходят с этим файлом, записываются в блокчейн. Таким образом, ни одна из сторон не контролирует, не может потом подменить эти данные, не может сказать, что это событие не произошло, или то, что мы передавали другой файл. И теперь, как бы, третий базовый сценарий, и я хочу здесь обратить больше ваше внимание, особенно если есть участники каких-то проектов, стартапов, которые думают о том, как применить свои силы к чему-то. На самом деле, эта система, которую я показал, это такая, у нее есть открытая API, которую можно использовать для очень широкого спектра приложений. Я сейчас на некоторых из них отдельно остановлюсь и опишу, что я имею в виду следующее. У нас уже есть первое внедрение в России, в компании, то есть вот в мае это уже будет даже не пилотный проект, а будет такое рабочее решение. То есть пока все говорят о том, что есть пилоты, о том, что за блокчейном будущее, вот у нас есть реальный проект, когда крупная компания реально работает с блокчейном. Как это выглядит? Большой холдинг, который образовывался достаточно случайно, то есть владелец этого холдинга покупал разные компании, в каждой из которых стоят разные ERP-системы, но в большинстве случаев это 1С, но при этом он говорит, я хочу все платежи авторизовать сам, вот все платежи, которые из этих компаний делаются, я хочу их опровить. Как это сделать? Есть альтернатива, можно позвать системных интеграторов, которые за несколько месяцев все эти компании между собой интегрируют, он сможет это сделать. Но главной сетей этой компании, этого холдинга предложил другое решение. Платежки, платежные ведомости складываются в хранилище, они проходят через X-Ray, слепок с этого файла кладется в блокчейн, и когда владелец холдинга ему сделал очень задешево специальное предложение для iPad, когда он закачивает эту ведомость с платежками к себе на iPad, его система проверяет, соответствует ли этот файл тому фингерпринту, который был записан в блокчейн. Если совпадает, значит он уверен, что это тот же самый файл, он закачивает, человек подписывает все платежки, и дальше идет обратная процедура, точно так же эти платежки подписаны и возвращаются. Следующий слайд. В России такая проблема уже есть, в Штатах, в Штатах убежали чуть дальше. Если вы знаете, например, в Америке, во многих городах уже полицейские начинают носить на себе камеру, которые постоянно снимают, у них видеокамера устанавливается в автомобилях, это нужно для того, чтобы полицейские не превышали каких-то своих полномочий, чтобы они всегда записывали то, что с ним может происходить. Понятно, что в таких случаях всегда возникает проблема достоверности этих записей, и наше решение позволяет эту проблему решить. То есть в тот момент, когда данные записываются в хранилище, они одновременно там стемпятся в блокчейн. Это может быть биткоин блокчейн, это может быть этериум, это может быть мальтичейн, это может быть практически любой блокчейн. И это важно, что здесь важно то, что аутентичность этих файлов всегда может быть проверен независимо, легко, и подделать очень сложно. Следующий слайд, пожалуйста. Мы придумали и сделали процедуру идентификации клиентов. Это может быть использовано для банков, для финансовых компаний, ну, в общем, для кого угодно. Работает следующим образом. Потенциальному клиенту через мобильное приложение или через десктоп-приложение с ним открывается автоматизированное видеоинтервью, человека просит сказать, как тебя зовут? Он говорит, я Вася Иванов, живу там-то, там-то, паспорт такой-то, показывает свой паспорт, после этого произносит какое-то заявление. Например, я хочу стать клиентом вашего банка, или я хочу завещать то-то, или я разрешаю провести медицинскую операцию с моим родственником. Здесь возможен очень широкий спектр того, что он может разрешить. После этого человек произносит кодовую фразу, которая гарантированно была сделана именно в этот момент, отгарантирует, что видео не было приготовлено заранее. Файл с видеозаписью сохраняется в базе, и все стороны, которые в этом участвуют, получают ссылку на этот файл, и на запись в блокчейне. Таким образом, всегда можно гарантировать, что это заявление было сделано в это время, в этом месте. Почему? Какое еще есть большое преимущество у такого сценария? Это то, что этот идентифицированный клиент может быть передан от одной компании другой. Например, клиента может идентифицировать сотовый оператор, а потом передать этого идентифицированного клиента банку. И это обеспечивается за счет того, что блокчейн – это открытая система, и достаточно указать, в каком месте в блокчейне записан этот файл, для того чтобы убедиться, что эта запись действительно была сделана в тот момент. У нас есть еще пара решений, которые мы сейчас сделали. Есть пилотный проект с НРД, это главный российский депозитарий, в котором хранятся акции крупных банков, такие как «Газпром», «Сбербанк» и так далее. Мы там сделали более прозрачную схему голосования по акциям. Представьте, что у вас есть несколько миллионов акционеров «Газпрома», которые в течение дня проводят, голосуют по каким-то решениям. И эти результаты голосования прилетают к нам в виде файликов. Мы эти файлики все таймстэмпим, сохраняем. Причем это на большой скорости делается. Там тысячи на испытательном стенде – это было несколько тысяч голосов в секунду. Ни один блокчейн не выдержит такого напора, а наше решение позволяет это делать. Таким образом, результаты голосования становятся прозрачные, открытые, и всегда можно проверить. Ну, пожалуй, на этом останавливаюсь. А можно задать вопрос? Спасибо. Можно ли предусмотреть такую ситуацию, что в 15 сантиметрах от охвата камеры находится какой-то злоумышленник, который заставляет нашего идентифицированного клиента выполнить некое поручение банку, и он его проговаривает. И, соответственно, это все попадает в базу данных. Оказывается, впоследствии, что это было решение по действиям третьих лиц. Как вы для ситуации их думаете? В принципе, можно. Здесь решение другое. Можно открыть отделение банка и просить людей прийти туда и зарегистрироваться. Мой ответ на вопросы обычно такого рода следующий, что когда безопасность соревнуется с ленью, лень побеждает всегда. Можно еще вопрос найти? Ну, то есть, существует, понятно, что когда у вас такой трейд-офф, когда вы делаете подобную систему, любую систему удаленной идентификации, понятно, что у вас появляется больше возможностей для фрода любого, но при этом стоимость процедуры снижается настолько, что она в большинстве случаев покрывает возможности этого фрода. Я бы еще немножко добавил. То есть, фактически, если то же самое в оффлайне, также не застраховано от того, что, условно говоря, ребенок этого человека находится в заложниках у этих людей, разницы никакой. То есть, здесь... Это не проблема блокчейна? Да. Да, то есть, это не проблема там? Нет, точно, во время этого сеанса, это видеозапись. Можно анализировать видео, можно анализировать голос. Существуют системы, которые позволяют по видео и по голосу определить, в стрессовом состоянии находится человек или нет. Ну, то есть, это другими инструментами решается. А можно спросить, извините, вот это ваша внутренняя разработка или вы купили готовые решения? Просто я видел очень похожий интерфейс другой компании. У Apple можно увидеть такое приложение? У Apple? А в Apple Store есть? Вы, наверное, имеете в виду блокнотери. Да, да, да. Да, Игорь Баринов работает в нашей команде, которая делает блокнотери, да. А вот у меня есть вопрос. По целостным блокчейнам, как перспективной технологии на будущее. Нам что-то рассказывают про квантовые компьютеры и их угрозу для блокчейна, в частности. Что-то известно об этом? Известно, что про квантовый компьютер говорят в течение последних 15 лет. Но вот на той кривой, я так понимаю, он еще не сильно. На той кривой квантовый компьютер последние 10 лет находится вот с левой стороны. Если в течение следующих 10 лет, да и позже, они все-таки куда делают, он сможет... Я не умею предсказывать будущее. Я не умею предсказывать будущее. Я не умею предсказывать будущее. Если, как бы, если нет, если... Допустим, это произошло. Ну и сделали. Блокчейн можно взломать? Можно я? Пожалуйста, потому что я не могу ответить на этот вопрос. Я солид по квантовым технологиям. И, как бы, почему мне это стало интересно? С одной стороны, классический блокчейн был способен с последующим сломом. То есть, все сложные вычисления, которые производятся, они, как бы, будут решаться намного быстрее. Ну, вот недавно вышла статья по квантовому блокчейну, которая позволяет даже улучшить классический блокчейн, о которой сейчас мы говорим. В чем состоят улучшения? То есть, во-первых, все-все... Квантомеханики — это теорема за третий квантового планирования. За счет этого будет проводиться верификация пользователей и верификация выпуска вот этих денежных единиц локально. То есть, не нужно будет обращаться к большому количеству других пользователей, которые находятся в этой цепи? То есть, с одной стороны, да, с другой стороны, существуют технологии, которые позволят получить какие-то... У меня есть комментарии еще по этому поводу. Можно вопрос? Сейчас. А можно я прокомментирую еще этот вопрос сам? Подадите вопрос. Вопрос хочется задать с этой стороны. Вопрос, ответ немного перпендикулярный вопросу. Понятно, что существуют технологии, которые могут потенциально что-то изменить, но мы смотрели, когда мы делали этот продукт, мы смотрели очень прагматично на то, что можно сделать. Даже когда мы говорим про блокчейн, на самом деле основную выгоду компании получат, когда смогут использовать ее как распределенную базу данных для того, чтобы несколько компаний между собой общались. Есть известный проект R3CEF, который объединяет банки, в который даже там Сбербанк то ли вступил, то ли не вступил. Существует там проект Coin, который делается. И, собственно говоря, там идея в том, чтобы использовать блокчейн для того, чтобы несколько компаний между собой могли обмениваться либо деньгами, либо акциями, вот это какими-то вещами. И моя гипотеза состоит в том, что на то, чтобы такую штуку сделать, понадобится 2-3-4 года. Просто потому, что для того, чтобы 30 банков синхронно сделали что-то одно, просто организационно они это не сделают за один год. На это понадобится. То есть к этому придет, но на это потребуется несколько лет. А мы думали прагматично о том, что может быть сделано прямо сейчас. И вот те штуки, которые мы делаем, их можно использовать прямо сейчас. Вот уже есть готовый пример, как это делается. Поэтому когда-нибудь придет что-нибудь связанное с квантовыми компьютерами, мы тогда будем уже решать эти вопросы. Виктор, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот эта вот система идентификации, это какой статус этой системы? Это пилот или это концепт? Или это уже что-то реально работающее? Я просто поясню суть своего вопроса. Мы в этой теме, ну в теме как бы платежных технологий достаточно удобно и понимаем проблематику. Реально, если вы это решили, и решили в том числе на уровне таком, что регуляторы это устраивают, то это просто супер. Вот хотелось бы понять. То есть вы уже проходили этап того, чтобы регулятор сказал, да, окей, нас устраивает такая технология, мы принимаем такой подход. Или это пока концепт? Ну скажем так, это пилот. Есть несколько стран в мире, в которых такие вещи разрешены. В Испании с недавнего времени разрешена удаленная видеоидентификация. В Индии это разрешено. Это потенциально разрешено в Соединенных Штатах. По той простой причине, что в Соединенных Штатах есть прецедент, когда судом было, вот, известное дело Силкрот, там на самом деле человека осудили, и доказательством являлась запись в блокчейне. Это значит, что запись в блокчейне уже является признанным юридически. Но в России это работать пока не может? Ну, нужно спрашивать регулятора, да. То есть спрашивать нечего, не может быть. Ну, время камень точит с водой, да. Скажите, пожалуйста, мне очень понравилась презентация. Вообще замечательная работа, и окровенность молодцы, что собрали такую выдающуюся команду у вас и вашего коллегу, видимо. У меня вопрос такой. Вот вы говорили, что вы для дебюзитария делали кейс. Скажите, а можно было бы использовать ваше решение, например, для осуществления клиринга или клиринговой палаты, например, в части торговли биржевой торговли ценными бумагами, либо выдачи кредитных удостоверений, либо CDS и так далее? Вот об этом подробнее можете сказать? Могу, но я думаю, что как бы это нужно уже просто отдельно разговаривать. Ну, короткий ответ, мы можем это сделать, но там очень много сложных технических вопросов. Такой проект с пактом, это тоже криптовалюта, она сейчас 9 место занимает на криптализации, среди криптовалюты, она именно ориентирована на работу с большими базами данных. Можете ли вы провести аналогии и сравнить? Могу. По нашей оценке у них есть определенная проблема с архитектурой решения, и я не уверен, что они, например, их решение может выдержать поток в 10 тысяч файлов в секунду. То есть, если у вас есть два файлика запостить их, положить их куда-то в хранилище и записать в блокчейн, нет проблем, это, в общем, программист среднего уровня сделает такую задачку за три дня. А вот сделать так, чтобы это было надежно, чтобы там все было правильным шифрованием, чтобы это не ломалось, чтобы это была высокопропускная способность, вот как бы тут кроется основная проблема. Для индустриальных решений это намного важнее. Скажите, пожалуйста, вы блокчейн-биткоин используете? Мы разные блокчейны используем. И биткоин-блокчейн, и этериум, и малтчейн у нас есть в реализации. А возвращение для ERP, можно сказать, какое используется блокчейн? Биткоин-блокчейн. Непосредственно биткоин или его клон? Нет, просто биткоин-блокчейн, да. Ну, это вот на сегодняшний день, это самая защищенная база данных в мире доступная, открытая. Для того, чтобы поломать этериум, сейчас нужно, по-моему, в пределах 10 миллионов долларов. Чтобы поломать биткоин-блокчейн, нужно 2 миллиарда. То есть разница пока на три порядка. То есть ваш клиент настолько, не только боится утяжи позволять, но и надеяться только 2 миллиарда долларов защищают его от подделки. Ну, там нет как бы проблемы. Там можно, в принципе, выбрать любое решение. Просто для биткоин-блокчейна есть много всяких дополнительных вещей, как посмотреть транзакции, как проанализировать способы доступа, ускорение транзакций и так далее. Но ваша система интеграции хэшей позволяет очень дешево, мало как бы писать. Да, да, да. То есть можно потратить, сколько там, 4 цента сейчас стоит запись 1 биткоин-блокчейн. Можете использовать, можете 10 тысяч файлов записать за 4 цента, по сути. Друзья, более общие вопросы. То есть, чтобы всем интересно было, если какие-то детальные вопросы, то можно будет уже после лично со спикером переговорить. Чувствуете интересны все вопросы в продолжении предыдущего? Прямо говорите с ходом. Мы полагаемся на вашу контуру. Вот вы рассказали, что есть связанные сделки, да? То есть деньги, товар пошел, там еще какая-то связанная. Как система решает разрыв выходом на возучастницу фример сделки? Вот если я, например, товар уже получаю, но я деньги решил не отправлять. Как это решается и как гарантируются права участников этой сделки? Я понял, но это скорее вопрос не ко мне, потому что это решается внутри блокчейна. Мы сами не разрабатываем блокчейн, мы используем его в качестве транспорта и в качестве такой секьюрной базы данных. Второй вопрос, связанный с этим. Как качество актива рефицируется к его записью? Ну вот простой пример автопарк, да? Лизинговый автопарк, 100 такси. Они широкие, но по записью это ВИНЫ, да? То есть просто есть машина, но качество актива вы не знаете. Но вы сделали запись, и там, допустим, она является основанием всего. Нет, понятно, но это как бы не наш проблем. Вы можете разобрать на кусочки эти автомобили, вы можете сделать их детальный анализ, фотосъемку, рентген, все, что вы хотите, и весь этот объем информации принести вместе с номером ВИН. Грубо говоря, если так, по-лаферски, да, это не похоже на PayPal, где PayPal за вас гарантирует, да? Здесь все риски на вас в качестве актива. Но если вы не проверили актив, и никто не проверил записью в этом активе, или все поверили, то получается, что фейковые... Нет, смотрите. Дальше транслируется, дальше, дальше, дальше. Нет? Я понял, но это не фейковая запись. Ну, запись не фейковая, качество актива стоит. Короче, что... Кто подтвердил качество этого актива на ваку? Нет, еще раз, это ответный вопрос. Кто-то должен... То есть, если запись говорит, что Вася сказал, что этому вину соответствует красная Феррари, то это подлинная запись того, что Вася сказал, что... Ну, кто такой Вася? А если за Васей кто-нибудь скажет, принесла информацию о Васе? Ну... Это, в общем, большая дискуссия за пределами того, что мы делаем, да. Следующий спикер будет Сергей Ланшаков. Последний вопрос. А можно? Вот здесь давно руку цинули. Да. Ну, во-первых, Виктор, большое спасибо за выступление. И здесь коллеги еще к организаторам хотел бы сказать, что вот, собственно говоря, вот такие вот спикеры, да, и с опытом, и с пониманием того, что это такое, вот они, пожалуй, могут обеспечить... Ох, уже убрали с экрана, но все запомнили, что вот этот вот блокчейн, он оттуда таки медленно спустится, сделает все, что ему нужно, а не будет катиться оттуда колбаской по малой спаске. Так что большое спасибо, отдельное спасибо за замечание о том, что блокчейн – это всему лишь фундаментальная технология, имеющая кучу приложений, не только финтех, и здесь, собственно говоря, и мой вопрос. Ну, такой вот, чисто на уровне брейксторма. Для вас, какие наиболее, для вас лично, какие наиболее привлекательные направления, вот как бы в области использования блокчейна? Ну, просто два или три на вскидку. Финтех отставит в сторону, с P2P все понятно, с полютами тоже понятно. Ну, собственно, ответ такой, то те приложения, о которых я говорил, это обмен информацией между компаниями. А еще один-два? Сохранение данных и обмен данными. Вот, как бы это те два сценария, на которые мы смотрим, и которые, с моей точки зрения, можно монетизировать максимально быстро. Спасибо. 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 Записано в студии Саундсервис.